Утром первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, вручили до тускового полоса. Мы заприняли, уезжаем. Полно 14 июля, примерно в половину 12-го, дорожно-транспортное происшествие полицейские зарегистрировали на объездной трассе недалеко от микрорайона Кайпаз-2. Здесь столкнулись автомашины Хунда Авента и Мазда 626. Мазда двигалась по главной дороге, направляясь к улице Абербекова. И по словам водителя Мазды, столкновение произошло в тот момент, когда Хундай вылетел на трассу с второстепенной дороги. Я ехал на небольшой скорости, примерно 50 км в час. И уже подъезжая к перекрестку, заметил, как оттуда из темноты вылетает тот Хундай. Я нажал на тормоз и стал выворачивать руль, пытаясь его объехать, но не смог уйти от удара. И он врезался в меня. Мою машину выкинуло в сторону, и я врезался в газовую будку. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, но автомашины получили серьезный материальный ущерб. Сейчас степень вины водителей, чья страховая компания возместит урон, выясняют инспекторы дорожно-патронной полиции. А 15 июля утром примерно в 5 часов еще одно ДТП было зарегистрировано на пересечении проспекта Абая и улица Оскарова. Здесь водитель автомашины Мазда не справился с управлением и вылетел с дороги. По словам свидетелей, автомобиль двигался по Аскарова на большой скорости от улицы Мангельдина, направляясь в сторону улицы Халдаякова. И на крутом повороте, не сумев в него вписаться, вылетел с дороги в сторону реки Кочкарата. Но не доезжая до берега водоема, автомашина врезалась в газовую будку. Очевидцы на место происшествия вызвали пожарных, так как была вероятность воспламенения из-за поврежденной трубы, а также врачей скорой помощи и полицейских. В результате аварии травму получили водитель автомашины и пассажир. Их медики доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас все подробности этого происшествия выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. А вечером примерно в 9 часов в административном центре Сайрамского района Аксукенте также было зарегистрировано ДТП с участием уже пяти автомашин. Произошло на пересечении улицы Бая и Жебек-Жалы. Водитель Мерседеса двигался по Жебек-Жалы в сторону Шимкента. За перекрестком ему вбок врезался Мерседес, совершавший маневр разворота со встречной полосы движения. От удара первый Мерседес отбросило на припаркованной на стоянке рядом со зданием Сайрамского РУВД автомашины Ниву, Ауди и ВАЗ сотрудников полиции. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Сейчас в подробностях этого происшествия разбираются полицейские Сайрамского РУВД. А еще одно ДТП произошло также в Аксукенте на перекрестке улиц Жебек-Жалы и Иманалиева. Здесь столкнулись с Део Матис, ВАЗ девятой модели Volkswagen. Матис также двигался по Жебек-Жалы в сторону Шимкента, когда в него врезалась девятка. От удара Матис развернулся на 90 градусов и сзади в него врезался Volkswagen Golf. В результате аварии пострадал водитель Матисса. Ему помощь оказали подъехавшие к месту происшествия медики. Сейчас дознаватели полиции выясняют подробности этого происшествия. Полночь примерно в половину первого полицейских вызвали работники одного из кафе, расположенного на Тамерлановском шоссе. По словам вызывавших, двое посетителей заведения, только что отдыхавших в кафе, в результате драки получили серьезные травмы. На место вызова спустя 10 минут прибыл полицейский экипаж. Один из пострадавших рассказал сотрудникам полиции о том, что здесь произошло полчаса назад. Мы с другом сидели в кафе. Потом, когда выходили, к нам подошли четверо парней и сказали, давайте отойдем поговорить. Мы отошли во двор и они нас стали избивать. Мы попытались сопротивляться, но силы были неравные. Хорошо, что работники кафе нас завели вовнутрь и выпустили через черный ход. Полицейские стали прочесывать прилегающий район, но по горячим следам задержать нападавших не удалось. Впрочем, по словам пострадавших, подозреваемые знакомые, и поэтому для полицейских задержать их труда не составит. Один из пострадавших молодых людей получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении по факту хулиганства уголовного дела.